Друзья, приветствую! Юрий из Беларуси прислал образцы масла Кастрол Эдж профессионал В-020. Вот баночки. Здесь не только это масло. К сожалению, они пролились. Сейчас я почищу. Описание. Автомобиль. Расписано по образцам. Кто заинтересовался, может ознакомиться. Конечно, я приведу попозже данную информацию из этого описания. Но можно приступать. Значит, данный образец у меня уже был. Его присылали из Московской области. Я проверял. Поэтому сейчас я сравню свежее из бочки от дилера, потом свежее из литровой баночки и отработку. Так, значит, закладываю я бочковое дилерское. Сразу напомню, что эталон у меня был 7,5 щелочное и 1,53 кислотное. Ну, так выставлял. И тут у меня какая-то, смотрите, засада. 78 по противоизносным присадкам, 1,77 кислотное и 6,2 намного ниже щелочное, выше кислотное. Противоизноски не хватает. Еще и вот воды. Тут непонятно. 2400 ppm. Я подумал сначала, что что-то подмучено с бочкой. Может быть, там что-то забрали, что-то подлили. Ну, сами понимаете, все всегда этого боятся. Так, поэтому я посмотрел спектрограмму. Вот сравнение двух эталона и данного образца. Сейчас я увеличу некоторые фрагменты. Ну, есть, есть определенное расхождение. В общем-то, видите, вот хвост там после трех тысяч вообще сильно расходится. Ну, вроде как и похоже, но что-то такое не совсем такое, скажем так. Так, подумал, стал грешить на бочку. Поэтому следующий образец я проверил. Литровая. Юрий приобретал на доливку. Это, видите, я подписываю. Значит, новая 1 литр. И сейчас посмотрим. Тут можно уже будет выяснить, грешить на дилера или еще какая-нибудь ситуация. Так, закладываю из канистры образец. Ну и запускаю процесс проверки. Так, давайте посмотрим. И здесь такая же ситуация. 72 процента. То есть, ну, тоже все рядом. На 0,03 значит, кислотное выше. И здесь даже еще хуже со щелочным. Тут еще меньше. Сейчас я вам покажу. Еще меньше. И опять же, больше двух тысяч ппм вода. Ну, то есть, это не может быть уже ошибкой. Такая же картина здесь непонятная. Вот. И тут я уже до меня дошло. Я пересмотрел видео с созданием эталона. И знаете, какой момент? Я там не сделал сильный акцент, но у меня там противоизносных присадок на двадцатке было 122 процента от, значит, от болванки. И 8,3 было щелочной. Я понижал даже щелочной и понижал эти. Я тогда подумал как-то странно, но может специальный какой-нибудь замес. И тут я после двух этих анализов понимаю, что тот образец из Московской области был не оригинальный. Оригинальный, скорее всего, вот этот дилерский. Два образца подтверждают это. Поэтому я сейчас обновляю у данного масла спектрограмму. Взял эталон. Значит, обновил спектрограмму. Да, вот здесь вы видели, наверное, эстеры есть небольшое количество. Так, выбираю данное масло. Сейчас подкорректирую и посмотрим вообще, что тут получается, что получилось. Пришлось по-новому эталон создавать. Ну и совсем другая ситуация. Смотрите, противоизносных присадок 50 процентов от уровня кастрола 0,30. То есть здесь уже более-менее все похоже. Этот уровень 50 процентов я выставляю как 100 процентный. Убираю гликоль. Ну и обратите внимание на щелочное и кислотное. Щелочное у нас 6,5, а кислотное 1,69. Все здесь я подкорректировал. Тоже вот воды я ее потом подкорректирую. Ну здесь что-то непонятное. Видимо в этих образцах или это тара, или это условия хранения, или там бочка набрала атмосферной влаги. Не знаю, как-то так. Ну вот я тут подкорректировал, конечно, потому что это именно этот образец бочковой. Так, ну и здесь тоже нитрование я чуть пониже, чтобы более корректные данные были по срабатыванию этого параметра. Он достаточно часто стреляет, поэтому сделаем так. Все, эталон я создан, создал уже такой реальный. Теперь проверю еще раз образец из литровой. Вот этот канистры. Так, закладываю в ячейку. Запускаю процесс. Ну и давайте посмотрим, что намеряет на этой литрушке. Так, здесь у нас 112 процентов, но уже ближе. Странно, вот гликоль, честно говоря, непонятно. И посмотрите, на одну сотую выше кислотная, ну очень похожая, и на две десятые щелочную. Ну то есть здесь, как бы все нормально. И вода сразу приемлемая. Да, все в порядке здесь. То есть эти масла соответствуют одно другому. Ну вот единственное тут небольшое разночтение по противоизноске, но несущественное, там 10-12 процентов. Параметры кислотного и щелочного совпадают. Значит, это я сохраняю. Но вот интересный момент, когда через уже большой промежуток времени выстрелило масло, которое было в эталоне. Так, это у нас Volvo V60 2016 года. Двухлитровый дизель 150 сил. Объем масла 5,2. Вот вы видите, что доливалось. Юрий предполагает, что дилер просто не долил полный объем. Ему пришлось на двух с тысячах докупать литр. Общий пробег автомобиля 182 тысячи километров и пробег на масле 9278 километров, что соответствует 149 моточасам. И средняя скорость 62 километра в час. Смотрите, по противоизноски так и осталось, в общем-то. Значит, топливо попадает в масло. Невысокая, совсем невысокая сажа. Ну, трассовый, видите, пробег 13 сотых процента. Прилично наросло за этот пробег кислотное 2,75 и сильно-сильно припало щелочное. Ну, я думаю, что это связано именно с трассовым пробегом. Высокая и средняя скорость. Постоянно, ну, как бы повышенные обороты относительно того же города. Значит, турбина работает. Это дает нагрев масла и, скорее всего, вот это и прибивает. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости свежевой отработки. Ну, самое главное, какие параметры. Значит, топливные в порядке. Сейчас посмотрим с вязкостью, что тут можно сказать по вязкости. Ну, вязкость нормальная. Небольшое разжижение, да, буквально там, не знаю, может 15-20 процентов, даже, наверное, меньше 20. То есть, видно, что машина ездит по трассе. Небольшое количество воды, 329. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, нажимайте колокольчик, комментируйте. Ну, по полной программе. Пока еще есть такая возможность на ютубе. Да, для остальных можете переходить на Яндекс.Дзен. Подписывайтесь. Я ролики стал дублировать там. Также Алдар Хосе. Ну, и смотрите, вот какая картина. В этих условиях эксплуатации масло прошло бы 10 тысяч километров, но это всего 160 моточасов. Как я предполагаю, что это вот из-за повышенной температуры. Ну, видим, есть расход масла, возможно, прорыв газов. И газы дополнительно на бусте, особенно на давление наддува, окисляют масло 420 по нитрованию. Ну, как бы ресурс фильтра. Не знаю, меняет Юрий каждый раз с маслом фильтра или нет, но тем не менее. Ну, вот такая картина. Двадцатка, слабенько. Но я бы сделал акцент все-таки, мне кажется, это вот из-за трассового пробега с высокой средней скоростью. А это высокая средняя скорость. 62 километра это очень высокая средняя скорость. То есть, человек чаще всего ездит, я думаю, там в районе 120. Турбина работает. Турбина продувает. Скорее всего, продувает кольца. Если есть расход, то есть уже зазоры. Вот. Ну, мне так кажется. Значит, и это повышенная окисляемость масла. То есть, видно, что кислотное растет, соответственно, щелочное падает. Это как качели, они взаимосвязанные показатели. Вот. Ну, вот такая картина получилась по этому тесту. Благодарю Юрия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!